Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде, чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Знаете, как говорят, насильно мил не будешь. Так и случилось с этой парой. Юноша совсем не хотел жениться. Он постоянно пытался найти способ, как избежать свадьбы. Однажды он подговорил друзей разыграть его похищение. Что же, этого он добился. Свадьбу действительно отменили. Но в их планы не входило то, что власть города начнет искать его с помощью полиции и армии. Этому изобретательному мужчине уже 55. Живет он в маленьком колумбийском городке. Вскоре должна была состояться его свадьба с местной жительницей. Но он совсем не хотел идти под венец. Рассказывать об этом невесте он не хотел, а потому обратился за помощью к своим друзьям. Они пересмотрели много вариантов и остановились на похищении. Ложном, конечно. Тогда они начали строить план действий. Друзья пытались сделать все максимально реалистичным, чтобы ни у кого не возникло подозрений. Но несколько перестарались. Мужчину они отвезли в соседний город, где тот скрывался. А сами в это время позвонили в полицию и сообщили о его исчезновении. Их история была такова. К ним на улице пристала группа бандитов, которые, угрожая оружием, схватили жениха и уехала в неизвестном направлении. В их стране такие случаи не редкость, поэтому власть прекрасно знала, что им делать дальше. За считанные часы город привели почти в полную боевую готовность, и операция по поиску пропавшего началась. По приказу руководителя полиции все въезды и выезды из города были закрыты. Город, по сути, изолировали от внешнего мира, а люди оказались в ловушке. Кроме этого, на улицах начали чередоваться группы военных, которые должны найти пропавшего и схватить преступников живым или мертвым. Никто из привлеченных к операции спасения даже не мог припустить, что это все просто неудачная шутка. Как только они поняли, что натворили, горе-похитители пришли в полицию и честно обо всем рассказали. Они разыграли всю эту сценку с похищением, чтобы спасти друга от последствий необдуманного обещания жениться. Он хотел убежать со своей свадьбы так, чтобы избежать лишних проблем на свою голову, рассказал руководитель полиции. Полицейские решили, что лучше нам не знать автора этой затеи. Такой фокус он делает уже во второй раз. Однако они признают, что первая попытка была не такой эффектной. После того, как полиция нашла пропажу, человек раскаялся в своей затее. Однако это его не спасет. Кроме всеобщего осуждения, его и его друзей ждет еще шесть лет тюрьмы. Больше всего досталось семье невесты. Они искренне верили в то, что эти события правдивы. Более того, пытались связаться с похитителями и выкупить мужа. Никто и не подозревал, какой окажется правда. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.